Девушки на бабушки Девушки отдыхают 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 В подтверждение остальные в тумбочке. Итак, начнем. Итак, наши недовольства, обвинения, как известно, окружающие помогают увидеть себя. И твой внешний мир – это зеркало, отражающее, раскрывающее и проявляющее твои внутренние проблемы. Тебе не будут показывать то, что тебя не касается. А ежели и покажут, ты этого не заметишь, пройдешь мимо, эмоциональной реакции не будет. И какие обвинения мы так любим предъявлять и кому? Во-первых, конечно, это недовольство другими, близкими и не очень, которые попадаются на пути. И что такое обвинение? Это неприятие другого, его поступков, мировоззрения, его умвельта. Но о нем речь ниже. Обвинение – это желание переделать другого. Но виноват ли он? Ведь он, как и ты, в любой момент жизни исходит из того, что считает правильным. И исходит, как и ты, как из своего миропонимания, так и из желания в данный момент. Ты идешь по улице, видишь в продаже мороженое. И ты купишь его, либо пройдешь мимо, в зависимости от своего желания. Ты не поступишь вопреки. С твоей точки зрения кто-то виноват, поступил неверно. Но он не мог поступить иначе, в том числе согласно своему умвельту. Так что ж это такое? Умвельт – термин, пришедший из этологии. Это способ видения и восприятия мира. Например, мы совершенно не можем себе представить, что происходит в мозгу тех же дельфинов, которые видят ушами, воспринимая пространство вокруг мгновенно, на много километров, в полном объеме. А умвельт – летучих мышей, лоцирующих пространство. В не меньшей степени сложно представить себе умвельт другого человека. Все люди и разного эволюционного возраста – очень важный фактор. И горизонтально различные. Но об этом мы говорили в прошлый раз. Большое влияние оказывает культурологическое воздействие, воспитание, влияние среды. Один из четырех секторов по Кену Уэлберу. Особенно хорошо начинаешь понимать, насколько все видят по-разному, ознакомившись с астрологией. Посему подобные, в кавычках, споры бессмысленны. Каждый просто излагает так или иначе свой умвельт. И ничего, опять-таки, объективного здесь быть не может, поскольку мы – субъекты. Недаром, говорят, врет, как свидетель. Каждый видит ровно то и ровно так, как может и как должен это видеть и трактовать сообразно своему умвельту. Так что этот самый другой просто не мог поступить иначе. А ты ждешь извинений, ты полон претензий. Есть второе недовольство – это обвинение себя. Но и ты тоже всегда исходил из собственных представлений. Взгляни на свою натальную карту астрологическую и пойми, в каких тисках ты зажат. И зачастую ты исходишь не только из собственных желаний, но и из того, что ты просто не только не хотел, но и не мог поступить иначе. И тут возникает излюбленная некоторыми экзотерическими церквями концепция греха. Греческое слово, близкое по звучанию, означает, как я уже говорил, просто промах. Твоя стрела пролетела мимо. Это не беда. В следующий раз не промахнешься. А жрецы использовали эту парадигму как мощный рычаг управления духовной власти. Ну, как водится, многое исказив. Ну, придумывали всякие ады и раи, не понимая, что это только астральный план, который душа проходит, проскакивает сквозь него, ну, естественно, задерживаясь местами, безусловно, и входит в следующий план, ментальный. И он, ментальный, также впоследствии остается сзади, после растворения ментального тела, той самой души или дживатмы, назовите, как хотите, и домой. А рай остается где-то там, внизу, на съемном диске памяти. Ну, я отвлекся. Третье недовольство – это недовольство Богом, судьбой. То есть, учителя, которые с такой фантастической скруплезностью простраивали и место твоего рождения, и время, и род, семью, в которую ты должен воплотиться, и каждый поворот твоей жизни, все ситуации, ну, порой жесткие, но посильные, а главное – необходимые. Все то, что ты должен осознать, всю отработку зрелой кармы, в том числе. Ну, что они, лохи? Ну, да, конечно. Ты хочешь лежать около своего бассейна, вблизи моря. Бывает. Но что это даст в плане твоего продвижения? Что ты принесешь своей монаде в клювике? И ты вместо творчества, созидательной энергии, реализации своей судьбы тратишь силы на претензии, ожидания так называемого счастья, которое ты, разумеется, связываешь с внешними обстоятельствами. Каждый день нам дается космосом квант необходимой энергии. Наша задача – правильно его распределить. И если существенная часть поедается тем или иным недовольством, то что остается на позитив, на творчество, сотворение своей жизни? Конечно, обида, недовольство – это не сильно действующая отрицательная энергия, в отличие от, ну, скажем, эмоционального взрыва, гнева, агрессии, сильного раздражения. Но, в отличие от последних, это постоянно действующий фон, декорация, которая формирует характер происходящей пьесы. И тут Борис Кребенщиков прав. Если ты хочешь проснуться в раю, просыпайся. А если в аду, ну, это твой выбор. И ад, и рай – он здесь. А ты тратишь силы, отягчаешь свое астральное тело, тело эмоций, и удивляешься впоследствии, откуда возникают порой все эти болезни. Все просто. Астрал медленно, но верно через эфирное тело, ну, тело энергии, действует на нашу физику, физическое тело. И вот результат. Так что делать? Во-первых, пойми, что это лишь краткий сон со всеми внешними атрибутами. Это очень короткий промежуток времени, который ты можешь пройти как осмысленно, с пользой для себя, так и неосознанно. И понимая, что это лишь короткий сон, можно, конечно, на все наплевать. Но из всех этих снов ты и состоишь. Так что не стоит. А что делать? Восток нам советует две вещи. Сильную концентрацию, максимальное усиление в действии во время воплощения, но при этом непривязанность к тому, что ты делаешь. То есть ты прилагаешь все усилия, но готов при этом к любому завершению. Это принцип Маха Мудры. И думаешь только о своем пути, не замечая, как бежит сосед. Где, с какой скоростью это тебя не касается. И второе занятие. Любить. Есть хорошая медитация под названием «Роза». Ты представляешь, что в твоем духовном сердце, ну это где-то примерно в середине груди, начинает распускаться цветок. Красная огненная роза. Она растет. Охватывает тебя целиком. Потом заполняет всю комнату. И дальше, дальше. Ну, например, ты едешь в метро, а в твоей груди полыхает роза. Попробуйте. Надо продержаться где-то месяца три. Это фантастически меняет внешний ряд событий. Ну и последнее. Каждая эмоция в астральном теле человека имеет свою вибрацию. Ну, свою скорость, да. А Земля сейчас, проходя прецессию и поднимаясь на новый уровень плотности, ну, как говорят, четвертый или пятый, повышает свою ноту вибрации. И придется нам перейти синхронно на вибрацию чего? Любви, благодарности, благотворительности, творчества, сочувствия, помощи. Не скатываясь на уровень того же недовольства. Ну, времена такие. Что поделать? Ну и стоит находить время для себя. Удерживать внимание на одной вещи. То бишь, это все называется медитацией. Их очень много. Выберите по вкусу. Можно созерцать дыхание, внутреннее пространство. Можно ощутить вечность. Ну, это ваш выбор. Учителей много. Побудьте собой, в себе. И не считайте себя ковбоем на экране. Экран – это просто белое простоя. И он скоро погаснет. Спасибо. 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 Время создания фильма были соблюдены все меры безопасности. Дезинфекция рук, дистанция между мной и камерой, а также наличие средств индивидуальной защиты. Минздрав предупреждает. Все акварельные трюки выполнены профессионалом. Не пытайтесь повторить это дома на бумаге. Живые акварели Манухова уже в продаже. Хватит мечтать, пора покупать. Противопоказания не зафиксированы. Проконсультируйтесь со специалистом. Телефон, почта, сайт специалиста в конце фильма. Да, друзья мои, забыл напомнить, что полный вариант фильма в Ютьюбе, он по ссылке, он закрытый. Поэтому свяжитесь со мной любым способом. Все мои координаты в титрах в конце фильма. Итак, у нас сегодня с вами Анжуйское. Это уже нижнее течение Луары. Я там обитал в Оржьян, и вокруг него это еще считается средним течением. Там огромное количество замков. Около 50 даже. Как вы знаете, да, прекрасно. эти все в том числе Нуамбуаз, Блуа и Тур. Вот этот известный замок. Но я не любитель замков. Я люблю все эти маленькие городки. Я там много жевал-бывал. И проводил выставки всякие прочие. Работал там. И я любил всегда маленькие городки, хулочки. Ну, так зайдешь, но роскошно все эти дворцы. Эти замки с парками, с чудесными, конечно же. В самом Орлиане и вокруг в среднее течение Луары там вино не очень, надо сказать. Поэтому давно стали производить там чудесные винегры. То есть винные уксусы. А вот уже западнее в сторону Нанта вот там да. И вот в частности в 1919 году вот некий Жан-Поль Година Анжу это дед современного хозяина этой фирмы вот создал такое вот производство в Турене. Турень это область большая область вокруг города Тура. И там славятся прежде всего конечно белые вины. розовые прекрасные. Ну тем не менее я любитель красных поэтому вспомним наших опять же друзей-мушкетеров которые предпочитали Анжуйское Атоса в первую очередь. Хотя конечно Атос на первое место стоял Шамбертан. Это старое бургундское вино. Но даже вот в Амбуазии ну есть легенда что Брожелон это вот местечко его поместье графа Далефе вблизи Амбуазы ну это легенда. Хотя на самом деле во Франции до сих пор существует деревенька где-то я не помню где под названием Атос. Так что попробуем сейчас это вино я его многократно пробовал оно конечно это не Гранд безусловно это не Гранд Крю это не высокие вина но тем не менее тем не менее оно обладает таким красным рубиновым рубиновым цветом знаете оно напоминает такую молодую красотку но застенчивую вот что-то в этом есть тут конечно красные ягоды безусловно это малина садовая земляника красная смородина никаких черных ягод никакого перца оно совершенно замечательно под козьи сыры такие вот типа камамбера которыми как раз и славится это место долина Луары там ну местные жители никогда не ходят в супермаркеты покупать вот эти все свежие молодые сыры почему потому что в супермаркете может оказаться вчерашний сыр а вот на дороге едешь и там маленькие магазинчики куда фермеры сдают свой свежий молодой сыр вот только что приготовленный и вот это конечно чудесно у меня к сожалению камамбера сейчас нет ну что-то из ароматных сыров осталось но в принципе это хорошо и под мясные блюда это такое среднетелое вино с довольно ярко выраженной кислотностью так что друзья мои я вам предлагаю тоже как-нибудь его попробовать оно из бюджетных вины повторяю это не грамма ну вполне может быть кстати эта фирма производит 5000 бутылок в час так что будет возможность посетите посетите эти места все эти замки городки божественные с моей точки зрения прокатитесь по луаре там есть всевозможные каноэ парусные даже развлечения и попейте там в том числе анжуйское вспомните наших друзей мушкетеров а вам я с вами я хочу да произнести такой вот тост пусть у вас в жизни все гармонизируется следуя моим советам ура мушкетер луру мушкетер зарплату мушкетер луру э луру мухкетер луру мухкетер Субтитры подогнал «Симон»